Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Ребята, и по поводу Бавовны, которая была вчера, но как бы была, ну ее затмило, затмил Кива своим блеском и своей, так сказать, красоткой и убойной силой, да. Смел эту Бавовну, товарищ Кива, да, и мы как-то на нее не обратили внимания, и она получилась, знаете, вот такая приблизительно, начал и не кончил, да. Речь пойдет о Бавовне, которая была вчера во временно оккупированном расширствами Донецке, в украинском городе Донецк, вот, и я вывесил несколько оттуда фотографий, затем, вот сегодня утром еще вывесили туда, оттуда же видео, еще фотографии, и, короче говоря, сейчас мы узнали, что же там произошло. Вчера только было понятно, что там что-то попало, ну прилететь там мог как Хаймерс, так и, в принципе, дальнобойная артиллерия, никаких проблем с этим нет, расстояние вполне себе позволяет. Вот, единственное, что наши очень четко знали, куда оно должно прилететь, и прилетело туда, куда должно было. Интересно другое, что когда попер оттуда этот огромный черный столб, точнее, столб черного дыма, огромнейший, то Пенис Душилин, которого расшисты там назначили местным гауляйтером фашистским, заявил, Да, ничего страшного, подумаешь, там, в мазут, не, не в мазут, даже в битум, говорит, попали, в битум, в битум, вот такие злобные хохлы попали в битум, чтобы, значит, Россиюшка такая честная, хорошая и добрая не могла, значит, застеклить в Донецкой дороге. Не, не застеклить, они же их не стеклят, они вообще ничего там в семье не делают, забетонировать, нет, заасфальтировать, о, все перебрал, заасфальтировать Донецке дороги. Как оказалось, нет, возможно, битум там сгорел тоже, я же не в курсе, да, это может быть, но, исходя из тех данных, которые у нас есть, и из фотографий, сгорела все-таки, как я вам вчера и говорил, сгорела нефтебаза, и именно нефтебаза, по которой мы и целили, именно нефтебаза, где был бензин, где было авиационное топливо, где была солярка для танков, все это было в одном месте, там было много резервуаров, и прилет был точно, сгорели все до одного, плюс сгорела техника, которая находилась вокруг, и грузовики, те самые, которые мы учитываем в ежедневных сводках, ежедневных потерях, я имею в виду, это грузовика, которая перевозит топливо, хотел сказать, алкоцистерны, господи, только что про алкогнома рассказывалось, меня теперь этот алкоголь прет, нет, никакого алкоголя, конечно же, это цистерны с топливом, все сгорело, нефтебаза помножена полностью на ноль, вот вам и результаты вчерашней Бавовны, только одно из них в Донецке, но зато, как говорится, апдейт можем сегодня уже дать, это еще не все, вчера была замечательная Бавовна в Белгородской области, видео у нас на сайте, фото у нас на сайте, и объяснение, что это такое на сайте, но как ее комментировать, я, честно говоря, понятия не имею, потому что, как оказалось, сбройные силы Украины к ней никаким боком, РДК и Легион Свобода России к ней тоже никаким боком, елы-палах, кто же это тогда сделал, партизаны, тоже нет, охренеть, а что, как это произошло, рассказываю, короче говоря, сверхразум, сверхразум Российской империи, алкадемик Кадыров, Кадыров заявил, я же просто зачитаю вам, чтобы вы даже не мучились, что я ничего не знаю, значит, бойцы батальона Запад, Ахмад Запад, Минобороны Российской Федерации точным залпом поразили вышку ретранслятора в Белгородской области, и тем самым лишили противника, то есть Украину связи, еще раз, бойцы Ахмад Запад, и действительно, там видно, как они стреляют, четко попадают по вышке, вышке со связью, там со всеми камерами, которые лежали в Белгородской области, не, конечно, Украин после этого в шоке, мы бы, знаете, чтобы мы хотели эту вышку уничтожить, нам бы пришлось несколько дронов, ну это же издалека, пришлось бы, пока мы по ней попали, да, а тут пришли бойцы, кадыровцы, да, и просто вот разобрались в ситуации за одну секунду, эту вышку сняли за две секунды, правда, потом в Шабекинском районе вообще не было связи, но это такое дело, в принципе, как это произошло, я понимаю, значит, поскольку Кадыров академик, вот, он, конечно, прекрасно разбирается в географии, и понял, его бойцы, короче говоря, поняли, что Белгородская область, судя по всему, это Украина, соответственно, они, попав на территорию, занятую противником, решили уничтожить там абсолютно все материально-технические блага, которые находятся, первое благо, которое они увидели, это была вышка связи, что-то длинное, высокое, с аппаратурой сверху, вещь непонятная, значит, хохлам полезная, гранатомет, шарах, попали, вышка уничтожена, ребята, у меня одна просьба, скажите им, пожалуйста, что Курская область и Воронежская тоже заняты хохлами, я думаю, сработали, сработали.